Дорожные происшествия и культурно-зрелищных учреждений выделяется не менее 10% мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Эти специально обозначенные знаками и разметкой места не должны занимать иные транспортные средства. Но, к сожалению, многие автовладельцы нередко игнорируют это правило. Потому представители ГИБДД придумали еще один способ борьбы с нарушителями. В Ростовской области за неделю появились 89 информационных табличек «Забрал мое место. Забери и мои болезни». Теперь такие таблички можно увидеть в 11 местах города. На улице Большой Садовой у здания МВД России, на улице Соколова у здания правительства Ростовской области, на площади Толстого у пенсионного фонда, в аэропорту. Желтые таблички можно встретить на пересечении улиц Соколова-Суворова, на улице 50 лет РСМ, в переулке Изыскательский. Две таблички установлены на улице Московской и еще две на проспекте Космонавтов. Не остались без внимания и парковочные места для инвалидов в городах и районах области. Сегодня установка таких информационных табличек под знаками парковки для инвалидов стала социально значимым явлением. Если раньше водители парковались, не обращая внимания на знаки и не беспокоясь об административной ответственности, то сейчас, прочитав надпись на желтом фоне, все же решают отъехать и найти другое место для парковки. Мы еще раз призываем водителей не парковаться на местах, предназначенных для инвалидов. В ином случае автовладельцам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В Ростове на Центральном рынке столкнулись автобус и маршрутка, курсирующие по маршруту номер 16. Как сообщает интернет-портал Дон Ньюз, в понедельник 9 февраля в Ростове около двух часов дня на Центральном рынке столкнулся пассажирский автобус и маршрутка «Газель». Авария произошла на пересечении улиц Московской и Островского. По предварительным данным, виновником ДТП стал 40-летний водитель автобуса, который не уступил водителю маршрутки, поворачивая со второстепенной дороги. В результате аварии пострадали 9 человек, среди них двое несовершеннолетних. Их доставили в БСМП-2. В Ростове планируется строительство двух дорожных магистралей. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев. Первая пройдет от улицы Еременко до улицы 339-й стрелковой дивизии. Ориентировочная стоимость работ составляет 43 миллиона рублей. Протяженность магистрали – 700 метров. Еще одна дорога должна быть построена от улицы Солженицына до улицы Жданово, а также от Солженицына до Еременко. Проектно-сметная документация по этим дорогам уже разработана. Стоимость работ – от 110 миллионов рублей. Суммарная стоимость проектно-изыскательных работ по двум проездам составит 8 миллионов рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – около 75 миллионов рублей. Начать строиться дороги в Левенцовке должны уже в этом году. За тонировку будут лишать прав. Сейчас за затемненное лобовое и переднее пассажирские стекла предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако, согласно готовящимся поправкам, такую меру оставят только на первый раз. С каждым последующим нарушением наказание будет становиться все суровее. Как сообщают известия, необходимые поправки в Кодекс об административных правонарушениях в данный момент разрабатывают договор на правовом департаменте МВД. Инициатива ведомства предусматривает введение ступенчатой системы наказаний. Если автолюбитель попадется на тонировки повторно, то будет оштрафован уже на 5000 рублей. Если и это не поможет, то с третьего раза нарушителя оставят без водительского удостоверения на срок от 2 до 6 месяцев. На общественное обсуждение поправки выдвинут в феврале. Что ж, пришло время вспомнить правила дорожного движения. Не переключайтесь! Разрешена ли вам остановка для посадки пассажира в этом месте? Разрешена, если при этом не будет создана помех для движения маршрутных транспортных средств. Справа по ходу движения расположено место остановки маршрутных транспортных средств. В таких местах и ближе 15 метров к ним, то есть в 15 метрах перед и в 15 метрах после указанного места, разрешают остановку только для посадки или высадки пассажиров. Причем лишь в случае, если это не создаст помехи движению маршрутных транспортных средств. При движении прямо вы можете продолжить движение через перекресток без остановки. При проезде регулируемого перекрестка на разрешающий зеленый сигнал светофора вы можете продолжать движение без остановки, так как работающий в основном режиме светофор отменяет действие знаков приоритета. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия. Проедете перекресток первым. Вы подъехали к нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог и, поворачивая направо, должны проехать перекресток первым. Легковой автомобиль при повороте налево уступает вам дорогу, а ему, в свою очередь, уступит мотоциклист, так как этот автомобиль приближается к нему справа. С вами была программа про движение. Берегите себя и своих близких. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин